Всем привет! На дворе пост. Я вот все размышлял, думаю, что же такое постное приготовить интересное, чтобы вам было из чего это готовить, да и чтобы это было, знаете, ярко по вкусу, потому что, например, у масса моих знакомых говорят, пост такое тяжелое время, что мол, рецепторы хотят чего-то вкусного, а мяса нельзя, там рыбу только в конкретные дни. А кто строгий пост соблюдает, так тот еще и масло не везде льет. У меня есть несколько ингредиентов. У меня есть, ну, неполная здесь в тарелочку полная банка кукурузы не входит. Я взял банку отварной кукурузы, вот сюда высыпал. Самое главное купить кукурузу, которая вам нравится. На сковородочке у меня здесь жарится арахис. Это обычный, вот в шелухе, самый простейший. Арахис, который нужно хорошенечко обжарить, во-первых, чтобы шелуха отошла, во-вторых, вкус ему придать. Значит, я пробовал использовать для разных блюд не обычный арахис, а уже шелушеный, там, с солью, с перцем, с какими-то разными штуками. Он весь рыхлый, какой-то непонятный. Я люблю, чтобы вот этот вот, он твердый такой, хрустит на зубах. Итак, неполная банка кукурузы у меня уходит в тазик. Терочка мне нужна для того, чтобы натереть сюда имбирь. Как я говорил не раз, корень имбиря растет вот так. Тереть его нужно поперек волокон, для того, чтобы волокна у нас оставались в руке, а вся мякушка проходила вот сюда. Видите, одно волокно просочилось. Но в большей степени это прям вот кашется, без волокон. Имбирь у нас уходит на второй план. Арахис трещит, как сумасшедший. Даже несмотря на то, что огонь маленький, видимо, влага выходит. Я уберу с огня. У меня есть травки-муравки, кинза, зеленый базилик. Мята. В пост я вам рекомендую использовать травы с ярким вкусом. С очень ярким вкусом, я бы даже сказал. Поэтому зеленый базилик или мята. Вот вы мяту, кто-то из вас писал не раз. Я причем читал такие комментарии, мол, типа мята, не характерная трава. Ну да, может она и не характерная. Но я вас уверяю, что мята дает очень хороший освежающий аромат. Я ее часто использую в салаты. Иногда добавляю к томатам, очень хорошо получается. Когда сельдерей у вас присутствует, тоже добавляйте мяту. Ну и в пост, в общем-то. Так, чили перчика. Тут на ваше усмотрение. Я знаю, что он острый, поэтому весь его туда отправлять не буду. Отложу пока. Арахис потемнел. Ему надо чуть-чуть высохнуть. Чуть-чуть остыть. Видите, он, кожица слазит с него. Но еще не со всех. И он очень горячий. Руками его тяжело. Чеснок. Уж я всегда смотрю на эту всеми любимую народную закуску. Томаты кругляшками. Я называю это русское карпаччо. Томаты кругляшками нарезают, выкладывают на тарелку. И сверху потом смешивают. Или на чеснодавке давят чеснок свежий. Смешивают его с майонезом. И кто добавляет иногда сыр, кто не добавляет. Делают такой соус майонезно-сырный. Ой, майонезно-чесночный. И покрывают им томаты. Потом украшают зеленью. Я называю это русское карпаччо. Свежий чеснок. Штука такая, очень своеобразная. Воняет жуть. Но при всем этом, вот многие люди реально любят. И я даже вот к своей сестре приезжал разочек. И пробовал. Теперь сок лайма. Сок лайма выдавливайте, пожалуйста, прямо на чеснок. Это не сложно, это не займет, не отнимет у вас каких-то десятков минут. Это все в рамках одного и того же времени. Вы все равно лайм будете выдавливать какое-то количество времени. Так, ну и выдавливайте его сразу на чеснок. Пусть чеснок сразу же маринуется. Это на каком-то этапе немного сделает его, знаете, таким помягче. С лаймом здесь все должно быть аккуратно. Потому что как только вы переборщите с кислотой, есть будет тяжело. Но с другой стороны, вы всегда можете сверху добавить еще кукурузы. Или, например, зеленого горошка. Так, зеленый лук. Зеленый лук тонкими колечками вместе с тонкими полосками базилика, с кусочками мяты и всего прочего. В общем, самое главное все это мелко нашинковать. И сразу же отправить к кукурузе для того, чтобы мариновалась она. Ну, как бы условно мариновалась. Ну да, хотя кислота у нас есть. Маринад это все-таки то, где содержится кислота. Процесс маринования. И туда мне-то главное, чтобы эти все вкусы поженились, объединились и сделали мне блюдо полноценным. Полноценным в смысле ярким и ароматным. Соевый соус у меня вкусный, привезенный из Таиланда. Здесь нужно быть аккуратно. Я всегда говорю, если вы не понимаете вкуса, но хотите сделать что-то экспериментальное, сделайте так. Вначале добавьте небольшое количество. Потом вы должны это все перемешать, попробовать и решить, достаточно ли там соли и не будет ли сильно много соевого соуса. Ведь я уже говорил не раз, что не нужно солить соевым соусом. Он как вкусовая добавка. Ну, добавьте еще ложечку, например. Это блюдо вполне можно отнести к правильному питанию. Ну, за исключением, наверное, чеснока, потому что там, кто придерживается правильного питания, не так много использует лука и чеснока в сыром виде. Хотя, если я говорю, вы любитель, то чеснок вам не повредит. Просто, что аромат будет такой изо рта, активный немного. С другой стороны, есть масса способов. Мама говорит, вот если петрушку пожевать, я говорю, мам, надо полпучка пожевать утром, потом через полчаса еще полпучка, возможно, тогда запах чеснока уйдет. Но вообще такая штука сомнительная. Но, видите, способов есть масса у всех. В общем, сейчас нам нужно что сделать? Немножко очистите от шелухи то, что поддается арахис, чтобы у нас в блюде не было такого количества шелухи. Вот. А так как у нас, возвращаясь к правильному питанию, у нас это чисто веганское блюдо. Соевый соус, продукт постный, так как делается из сои. Арахис, орехи, вообще бомба. Кукуруза, понятно. Травы, муравы дают вкус и делают блюдо вкуснее в сто раз, чем оно было до появления травы. Вообще супер ппшное блюдо. Да еще и постное. И как только арахис очистился, я очищу его так. Шелушу руками. Они не все, правда, отходят от шелухи. Некоторые, видите, не хотят. В общем, вот так шелушите руками. Здесь образуется шелуха. Потом подбрасывайте и дуйте. Видите, и вся шелуха вылетает оттуда. Лучше это делать где-нибудь в таком месте. На улице, например, в форточку, с балкона. Снег будет арахисовый идти. Вот, и надо попробовать. Арахис твердый, сладкий, хрустящий. Кукуруза сладкая. Добавляйте, не стесняйтесь. Теперь надо перемешать. И попробовать. Всего ли там хватает. Чуточку соевого соуса. Еще немножко лайма. Арахис сладкий. И кукуруза сладкая. Все вместе сладкая прям. Классная, вкусная, ароматная. Кислоты небольшое количество. Соли туда не надо. Эта закуска не должна быть соленой. Там эти пару ложечек соевого соуса достаточно. Для того, чтобы хотите, сюда можно добавить еще масло. Кунжутное не рекомендую, потому что орех на орех будет давать приторность. Можете добавить немножко постного масла обычного. Можете добавить чуть-чуть тыквенного масла. Кстати, будет очень хорошо. Можете добавить какого-нибудь льняного не надо горчит. Можете добавить каплю оливкового, но не экстра-верджин, а то, который для жарки. Знаете, нужно здесь чуть-чуть сделать его более маслянистым. Но нет желания и возможностей сделать его зачем-то еще другого аромата. Поэтому у меня пару капель оливкового для жарки. Прям совсем чуток. В соке лайма, в имбире, в чили перце и в соевом соусе чеснок, который я добавлял туда, он разошелся, нет яркого вкуса чеснока. Вот. И самое главное, что она делается довольно быстро, если вы заранее подготовите арахис. И выкладывайте. Жижи здесь особо нет никакой. Ну, небольшое количество на дне сока от лайма, немножко масла и немножко соевого соуса дают там чуть-чуть жидкости на дне. Но это не критично. Закуска такая. Ни на суп не похожа, ни на салат с большим количеством заправки. Это прям реально закуска. Причем есть я ее рекомендую сразу же, как только вы перемешали. Потому что чем дольше настаивается арахис, чем больше он смягчается от влаги кукурузы и всевозможных жидких ингредиентов, тем он становится такой, знаете, менее хрустящий. Но самое главное, вот та проблема в пост, когда не хватает ярких вкусов, вот она у вас в вашем случае будет решена. Обязательно, когда надумаете приготовить что-нибудь такое экзотическое, интересное, обратите внимание на мой рецепт. Ну, у меня здесь есть небольшое количество того, чего мне нужно попробовать. Вот я такое люблю. Простейший рецепт, но даже поверить себе не можете, какой он яркий по вкусу. Добавьте чуть больше кислоты, добавьте чуть больше остроты, пикантности. Кукуруза и арахис дают достаточно сладости. Ну и травы, которые все это ароматизируют. Чуточку соли. Это соевый соус. И у вас получится простейшая вообще штука, простейшая, но это можно как попкорн, смотрите вечером фильм, вы по ложечке, таран-тан-тан. И ваш пост протекает как? Правильно. Вкуснее, ароматнее и самое главное полезнее. Пока, дорогие друзья. Делайте подобные рецепты и радуйте себя и свою семью.